так друзья всем доброго дня давно хотел снять это видео ну как-то сейчас не получается на улице холодно идет снег хотел снять все под капотом чтобы как бы было так все красиво но не получается поэтому снимаю салоне автомобиля здесь у нас тепло но есть что сказать в последнее время мне очень многие писали ну не в последнее время там на протяжении наверное года писали что сейчас есть очень много развод с дистиллированной водой вот не обязательно с этим брендом до бренды могут быть разные специально залепил чтобы как бы не палить этот бренд потому что этот бренд может быть честные а другие бренды могут быть нечестны и как бы и дело может быть даже не в брендах а больших каких-то торговых сетях либо мелких наоборот сетях суть здесь какая то что сейчас продавцы просто берут покупают бутылки да вот эти вот пустые наклеиваю там не пойми какие этикетки зачастую даже может быть серьезных брендов наливают обычную воду из-под крана и продают эту воду как дистиллированную хотя это просто обычная вода из-под крана по моему сейчас литр дистиллированной воды стоит от 30 до 50 рублей и в итоге ну представьте на ровном месте люди получают там реально большие деньги то есть развод чистой воды мне написал недавно один парень да я как-то решил все-таки заснять это видео потому что он просил я обязательно ставлю скриншот этого письма ну сейчас хочу я вам его зачитать привет сергей пишет тебе твой зритель и читатель твоего сайта хочу сказать тебе спасибо за все все четко действительно таких каналов больше нет меня зовут как тебя тоже сергей мне 22 года так получилось что я работаю работал во многих местах в том числе и крупных торговых сетях недавно работал в одном специализированном магазине магазин палить не буду друзья да может быть это просто локально в его городе да эта сеть достаточно большая и обвинять ее не нет никакого смысла и причем с ней бодаться и хочу спалить тебе тему развода в этих сетях которые касаются именно автомобили а именно аккумуляторов как-то раз пришлось оставаться поработать дольше смены такал товары номер таскал товары так вот у нас есть специальные помещения типа подсобки когда я закончил смену и пошел домой через нее спалил такую тему что какие-то челы разливали обычную воду из-под крана в бутылки с надписью дистиллированная вода бренд неважно у них было несколько видов причем все дорогие реально из-под крана мы там руки моем а с утра на прилавках стояли эти бутылки так ведь это просто охренеть я задал вопрос другу и смена он не сказал что это так часто что это часто так делается типа про это все знает но молчат и типа молчит ты тоже я даже сам реально наблюдал когда в таких бутылках осадок проявляется ведь в эту воду раскупает вот тебе деньги из обычной воды сергей расскажи проект своим читателям и зрителям что я сейчас делаю пусть покупает с осторожностью особенно в больших сетях где на не найти концов спросишь как различить подделку я не знаю наверное стоит покупать воду специализированных магазинах аптеках там думаю контроль получше будет ну и пусть смотрят осадок бутылки если он есть значит однозначно подделка купит человек такую воду и загубит свой аккумулятор ведь серега это только верхушка у нас даты и на еде перебивают колбаса молочка всякие печенье и контроля всему этому нет спасибо за все что ты делаешь побольше бы таких ресурсов друзья что хочу сказать но парень вот молодец красавчик я все-таки серега привет то есть я вот зачитал твое письмо хочу сказать что мне писали еще порядка двадцати человек но это на протяжении года скажем так кто-то пишет что наоборот в мелких магазинчиках эту воду бодяжет сами частники например да кто-то пишет в крупных торговых сетях вот как серега написал смысл то что есть такой развод реально есть такой развод и надо типа что-то с этим делать друзья я хочу так сказать я воду дистиллированную реально покупал но я покупал ну как бы как сказать я не добавлял его аккумулятор я покупал для разбавления антифриза концентрата я считаю что с антифризом концентратом нет такой ну прямо глобальные проблемы даже есть какая-то даже если есть это там просто обычная вода то конечно это тоже плохо для антифриза концентрата но не так глобально скажем так а вот для аккумуляторов для обслуживаемых аккумуляторах это именно когда вы сверху пробочки откручиваете добавлять на воду есть простой способ изготовления дистиллированной воды у себя дома причем я им всегда пользуюсь и это ну как бы сделать может каждый то есть причем это очень простой способ получения дистиллированной воды наверное следующее видео я сниму обязательно как получить дистиллированную воду дома и как ее собственно проверить то есть там нет никаких вообще глобальных проблем а собственно чем же у нас вот этого дистиллированная вода для нас плоха друзья вот как бы давайте подумаем я вот покопал также в интернете я нашел просто показателем просто обычной питьевой воды которая течет из-под крана что она у нас содержит вообще она содержит у нас дофига просто всего здесь друзья у нас и минерализация то есть минералы тысячу миллиграммов на литр то есть это порядка одного грамма здесь и окисляемость перманганат на 5 миллиграммов на литр здесь и поверхностно активные вещества 05 миллиграмма на литр здесь и алюминий 05 миллиграмма на литр барий 0 1 миллиграмма бериллий 0,002 бор железо кадмий марганец медь молибден мишьяк никель нитраты ртуть даже есть 0,005 миллиграмма на литр свинец 0,03 миллиграмма на литр селен то есть друзья есть и хром и циат и цинк и хлориды чуток и нету а чем же вот у нас обычная вода плоха для аккумулятора почему если мы зальем обычную воду в аккумулятор как же она действует на наш аккумулятор что она делает она как она убивает наш аккумулятор во первых друзья мы не знаем как эти минералы воздействуют на пластины то есть вот видите здесь минерализация есть это может быть тот же самый кальций который добавлю у нас пластины и если мы его увеличиваем да как бы искусственно он у нас также запечатает эти пластины у вас емкость аккумулятора упадет также мы не знаем как эти металлы которые находятся в обычной воде будут реагировать серной кислотой какой там осадок выпадет может быть он будет токопроводящий наоборот не только проводящий но что я хочу сказать это возникновение осадка на пластинах в любом случае будет это какие-то соединения серной кислотой вот этих вот скажем так минералов металлов и так далее которые могут разрушать у нас свинец это увеличение сопротивляемости как бы самой среды увеличение против сопротивляемости этих пластин то есть вы уже не сможете зарядить эффективно свой аккумулятор это непредсказуемое изменение электропроводности электролита это ускорение саморазряда из увеличения плотности рабочей смеси то есть обычная вода да вот вроде кажется что такое вода но когда наступает реакцию серной кислотой когда она вступает в реакцию там с пластинами то ничего хорошего она не несет то есть ваш аккумулятор реально умрет быстрее если вы добавите обычную воду и это не просто друзья слова да то есть блин я как-то мне от парень один писал я хотел найти тоже его это письмо там был специализированный аккумуляторный магазин он по моему находился даже чуть ли не на каком-то рынке там специализированным и когда они разливали обычную воду в бутылке он ну как бы задал там хозяину дали там продавцу старшему горит ну а нахрена мы продаем воду то блин ну аккумулятор же убьется у нас из-за этого на что ему этот продавец к но убьется аккумулятор быстрее к нам придут за новым то есть как бы ничего личного только бизнес друзья конечно это очень печально и мне это реально не нравится я вот просто хотел снять эту тему обязательно после этого видео друзья я сниму как получить дистированную воду легко и просто у себя дома не тратя никаких денег и как ее самое главное проверить так же легко и просто опять же таки не имея никаких там супер тестеров и так далее там подобное обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить это видео а на этом меня все друзья всем пока думаю мое видео вам было полезно